Доктор Марк был известным специалистом в области онкологии. Однажды он собирался на очень важную конференцию «Другой город», где его должны были наградить премией в области медицинских исследований. Он очень волновался, так как на этой конференции должны были оценить его многолетние труды. Однако, через два часа после того, как самолет взлетел, произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту из-за какой-то технической неполадки. Доктор боялся не успеть, поэтому арендовал машину и поехал сам в город, где должна была проходить конференция. Однако, вскоре после того, как он выехал, погода испортилась и начался сильнейший шторм. Из-за сильного дождя он свернул не туда и заблудился. После двух часов безрезультатной езды он понял, что пропал. Он чувствовал себя голодным и ужасно уставшим, поэтому решил поискать, где бы остановиться. Через некоторое время он, наконец, наткнулся на дряхлый дом, где виднелся маленький огонек. Отчаявшись, он вышел из машины и постучал в дверь. Дверь открыла красивая женщина. Он объяснился и попросил ее воспользоваться телефоном. Однако, женщина сказала ему, что у нее нет телефона, но он может зайти и подождать, пока погода не улучшится. Голодный, мокрый, уставший, врач принял ее любезное предложение и вошел. Дама дала ему горячий чай и еды. Женщина сказала, что он может присоединиться к ее молитве, но доктор Марк улыбнулся и сказал, что он верит только в трудолюбие, поэтому и отказался. Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за женщиной в тусклом свете свечей, как она молилась рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи, поэтому, когда она закончила молиться, спросил ее, чего именно она хочет от Бога, и неужели она думает, что Бог когда-нибудь услышит ее мольбы. Потом он спросил о маленьком ребенке в кроватке, возле которого она молилась. Мать грустно улыбнулась и сказала, что ребенок в кроватке – это ее сын, который страдает от редкого типа рака. И есть только один врач. Его зовут Марк, который может излечить его, но у нее нет денег, чтобы позволить себе его. Кроме того, доктор Марк живет в другом городе. Она сказала, что Бог до сих пор не ответил на ее молитву, но она знает, что он поможет ей, и ничего не сломит ее веру. Ошарашенный и потерявший дар речи, доктор Марк просто расплакался. Он прошептал, Бог велик, и вспомнил все, что с ним сегодня произошло. Неисправный в самолете, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути, и все это произошло потому, что Бог не просто ответил на молитву матери, но и дал ему шанс выйти из материального мира и помочь бедным несчастным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы.